В Винновском отделении МОСОБЛЬЕРТС такие очереди теперь это норма. Люди возмущены, они намерены разобраться, почему организация теперь в платежках хочет снять с них дополнительные деньги. Объем электроэнергии, общедомовых расходов в январе была одна сумма, один объем киловатт, на 33% в феврале больше. То же самое по отоплению. По телевизору мы слышим, что зима теплая и будет снижение расходов по отоплению. Ничего подобного нет. Увеличение. Несколько лет назад жители тогда еще Ленинского района стали получать две коммунальные квитанции. Одну от управляющей компании, там указаны все основные услуги, вторую от МОСОБЛЬЕРТС. В ней прописана оплата за капитальный ремонт многоквартирных домов и за вывоз твердых ботовых отходов. Долго люди не могли разобраться, почему теперь жировки две, но с горем пополам процесс был отлажен. Правда, до недавних пор, пока ситуация окончательно не запуталась. Я каждый месяц хожу, второй уже год. Когда это будет предел? Когда это будет предел? Предел и когда вы наведете порядок здесь? Мы вас все просим. Пенсионеры ходят. Вот я сейчас пошла. Я не поняла. Я так и не поняла, за что я сейчас буду платить 8 чем-то. Я вчера была, вчера отфутболили, сказали, что если не оплатите все, вот то, что как по квиточку пришло, на меня еще штраф наложат. Сегодня я пришла с тем, что пусть мне дадут детализацию, куда я пойду. Выше, значит, остается идти. А все от того, что МОСОБЛ ЕЕРЦ плохо информировал жителей Ленинского городского округа о нововведениях. С февраля этого года жители домов, которые обслуживает муниципальная управляющая компания, за все коммунальные услуги будут платить по единому платежному документу. Одна единственная квитанция будет приходить от МОСОБЛ ЕЕРЦ. Организация заключила договор с МУК УК ЖКХ. Только вот большая часть населения не в курсе этих новаторств и уже оплатила услуги по двум платежкам. Те люди, которые оплатили еще по старому документу в МУК, данные денежные средства будут перечислены в наш адрес и зачислены на лицевые счета за февраль жителям. То есть этот информобмен, он на сегодняшний день уже организован. То есть мы ждем от МУКа реестр, так называемый безденежный, для того, чтобы зачесть людям на лицевые счета. В случае, если вы уже оплатили квитанцию из МУПа, жировку за февраль из МОСОБЛ ЕЕРЦ оплачивать не надо. По словам руководителя Подольского управления организации, никаких пеней за это гражданам начисляться не будет. Но задвоенные платежки – это не единственная проблема в связи с переходом на единый платежный документ. Некоторые люди возмущены увеличением стоимости за коммунальные услуги. Говорят, до этого платили примерно одинаково одну сумму, а в феврале сумма гораздо больше. По мнению граждан, в МОСОБЛ ЕЕРЦ не учли показания счетчиков. Платила в прошлом месяце, я платила 2900, а сегодня они мне выставляют сумму 4800. Платежка отличается из-за того, что в нашем, то есть в новом биллинге, который у нас, нет истории показаний. Все люди, которые сейчас передают показания, мы их оперативно принимаем. И большая просьба людей, чтобы они передали показания. Для того, чтобы мы могли на показания людей счетчиков воды, электроэнергии, счетчиков газа, соответственно, сделать корректировку. Опять же, они в следующей платежке увидят корректное начисление по своему прибору учета. Представители МОСОБЛ ЕЕРЦ обещают наладить процесс, который изначально был призван облегчить жизнь населению. Ведь один платежный документ – это гораздо удобнее. В региональной организации уверены, уже в следующем месяце квитанции придут правильные, если люди будут сдавать показания счетчиков вовремя. Есть на платежке два телефона, указанных – это контактный центр, который работает с 8 до 22 часов и принимает показания. То есть можно позвонить, назвать свой лицевой счет новый, который указан в платежном документе, соответственно, передать показания. Также можно передать показания через личный кабинет в МОСОБЛ ЕЕРЦ. Есть личный кабинет «Мой МОСЭНЕРГОСБЫТ» в мобильном приложении. В нем также можно зарегистрировать лицевой счет и передать там показания. Соответственно, остался старый сервис, который был у МУПА. Опустить показания, отрываемый талончик, опустить в почтовый ящик. Но одна проблема все еще остается в повисшем состоянии. Количество окон в видновском офисе МОСОБЛ ЕЕРЦ. По мнению жителей, его надо расширять или открывать еще одно отделение. Операторы не справляются с потоком людей, чтобы иметь возможность уделять должное внимание каждому жителю округа. Юлия Погасян, Александр Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.